Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург. Это город противоречий, он надменно царский на вид, но простонародьем наречий дышат его сталь и гранит. Город вроде строгий и чинный, но вокруг народ разбитной, как бы очень консервативный, с революционной судьбой. Город многонациональный, только русский до глубины, и церковно-патриархальный, и безбожный он до поры. Город веры, музыки, света, город смелых русских людей. Здесь стояли насмерть поэты за свободу этих камней. Для меня еще одним очень значимым русским поэтом является Иосиф Бродский. Он, конечно же, вторую часть жизни прожил в Америке, в связи с тем, что его вынудили эмигрировать в 1972 году наши советские власти. Но он писал стихи только на русском языке. Эссе он писал на английском и преподавал на английском. Но стихи писал только на русском. Поэтому это настоящий русский поэт. Чем он мне нравится? Этот человек очень глубокий. Откуда эта глубина берется у людей? Конечно же, от пережитого, от тех трагедий, от тех неудач, от тех ударов судьбы, которые переплавлены в человеческой душе. Он не просто так говорил, когда ему задавали вопросы, а какую технику надо освоить, чтобы стать поэтом, что надо там изучать, там все дела. Он говорит, ребята, вы можете изучать что угодно, но поэтом так не становится из-за техники. До этого ты либо доживаешь, либо нет. Вот что он говорил, что такое поэзия. И поэтому, когда меня поучают дети или умники всякие, что ты плохо рифмуешь, у тебя непрямые рифмы, у тебя там глагольные рифмы. Да, ребята, да это абсолютно все равно. Поэзия о другом. Поэзия это именно вот эти переплавленные невзгоды человеческие, этот опыт колоссальный, который вот здесь. И человек выстоял, выжил, и потом вот это выходит из него. Вот эти слова, облеченные, вот эти вот чувства, облеченные в слова. Вот что такое поэзия. Поэтому еще раз, до этого ты доживаешь, либо нет. Он дожил, он пережил все невзгоды. И вот этот памятник, это еще одна невзгода. Это памятник Евгения Ротанова, который должен был быть официально установлен, но городские власти не дали ему официального названия. Он безымянный, этот памятник. Его поставили на Васильевском острове, в жилом массиве в каком-то. Ни подписи, ни надписи, но все знают, что это памятник Бродскому. Бродскому четыре памятника здесь, в Питере. Вот это один из них, но он, будем говорить, безымянный. Есть памятная доска на Литейном проспекте 24, где он жил вплоть до эмиграции. И есть гранитный валун на улице Стахановцев, где у него была его любимая там девушка, куда он ездил. И еще во дворе филфака Государственного университета Петербургского стоит чемодан со шляпой, с головой Бродского на чемодане. Это именно тот чемодан, с которым он уехал в эмиграцию, в котором была пишущая машинка, сборник поэта Джона Дона, 16 века поэта, и две бутылки водки для Уистона Хью Одена, который жил в то время в Австрии. Он потом туда приехал и в 1972 году с ним встречался. Это великий поэт. Поэтому вот сюда этот памятник и поставили безымянный. И я почему говорю, что это еще продолжение опять гонений. И даже вот отношения. Ну обратите внимание, мусор, куча мусора. Он хотел, чтобы его похоронили на Васильевском острове, и поэтому один из его стихов так и называется, и посвящен этому. Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, На Васильевский остров я приду умирать, Твой фасад темно-синий я в потьмах не найду, Между выцветших линий на асфальт упаду, И душа неустанно, поспешая во тьму, Промелькнет над мостами в петроградском дыму, И апрельская морось над затылком снежок, И услышу я голос, до свидания, дружок, И увижу две жизни далеко за рекой, К равнодушной отчизне прижимаясь щекой, Словно девочки-сестры из непрожитых лет, Выбегая на остров, машут мальчику вслед. Поэтому гонения были на него и при жизни, И все время он страдал и скучал о России. Его мучила, конечно, ностальгия, это естественно. Он русский человек, глубоко русский человек, И его родители здесь померли. Но, тем не менее, он завещал себя похоронить в Венеции. И там его и похоронили на острове Сан-Микеле, Который является кладбищем венецианским. Венецианцев хоронят только там. И поэтому его, как почетного гражданина города Венеции, Похоронили на острове Сан-Микеле. Я был на его могиле. Написано скромно все, написано Иосиф Бродский. А с обратной стороны памятника написаны слова древнеримского поэта одного. Со смертью не все кончается. Вот так вот он вошел в вечность с Нобелевской премией. И помимо Венеции он стал в 96-м или в 95-м году почетным гражданином из Санкт-Петербурга. Но, видите, при жизни отношение к нему было вот такое. И здесь продолжается тоже. Но у нас всегда к поэтам так относились. Они только потом становились святыми и прорицателями, и пророками. А при жизни так. Но, что хочу сказать. Одна из моих любимых книг, которые я все время читаю. Это книга Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским». В которой он за 20 лет собирал интервью и записывал интервью с Иосифом Бродским. Она все время рядом со мной. Настольная книга, по сути дела. Так же, как и народные пословицы и поговорки народов мира. Я обожаю это все. Это народная мудрость. А это мудрость этого человека, пережившего колоссальные невзгоды в своей жизни. Но потрясающая книга. Я столько многого узнаю о людях. Я узнаю о человеческой сущности. О самой поэзии самое главное. Я узнаю многое. Как на это смотреть. Ну, я как начинающий автор. Поэтому для меня это очень важно. Вот такой вот один из моих любимых поэтов. Иосиф Бродский. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории Иван без цензуры. Расскажет рокер Валащу.